Убийство, которое взбудоражило всю Одессу. В своей собственной квартире обезглавлена молодая девушка. 5 марта подозреваемого задержали. Основной мотив, по мнению следствия, неразделенная любовь. Но так ли это? В деталях расследования разбиралась моя коллега Мишель Арманд. Они были знакомы с детства. Учились в одной школе. Анна старше на 4 года. Красивая брюнетка обладала пробивным и настойчивым характером. В жизни всего добивалась сама. По одной из версий, молодой человек влюбился в нее еще в школе. Только девушка взаимностью не отвечала. И якобы в тот злополучный вечер Анна в который раз отказала своему воздыхателю. Мы зашли в квартиру и обнаружили ее, лежащую на полу, обезглавленную. И накрыто. Голова была накрыта полотенцем. Все там было в крови. Комната была в крови. Ковры были в крови. Телевизор был в крови. Забрали золото. Обстоятельства смерти девушки многих натолкнули на предположение о том, что убийца может быть социопатом или психопатом. Эмоциональную вовлеченность, эмоциональную поддержку. Они эгоцентричны. Они сфокусированы на себя. Любой человек для них является объектом. Именно поэтому в западных СМИ обычно, когда обсуждают серийных убийц или вот такие резонансные преступления, или разыскивают подобных личностей, то в заголовках мы видим такой термин, как хищник. Образ хищника, как интеллектуального преступника, стал популярен в кинематографе. Романтизация психопата и социопата происходила постепенно и познакомила зрителя с образом Ганнибала Лектора, серийным убийцей Декстером и высокофункциональным социопатом Шерлоком, даже не задумываясь о том, что это весьма опасная тенденция. Такие люди склонны нарушать закон и пренебрегать правилами. Они постоянно лгут, импульсивны и ничего не планируют. Легко проявляют агрессию в поведении, пренебрегают безопасностью окружающих, не чувствуют за собой никакой ответственности и, самое главное, не испытывают вины или угрызений совести. Вы можете не догадываться, что рядом с вами находится именно такой человек. Они являются крайне очаровательными людьми, способными вовлечь людей в проекты. Они живут здесь и сейчас, в такой вот парадигме, получая наслаждение от каждой минуты. С ними хорошо гулять, с ними хорошо веселиться. Но у них им свойственны резкие перепады настроения и импульсивность. По одной из версий следствия, именно такая импульсивность и привела к трагическому убийству на Молдаванке. Ведь существует информация, что вначале Анну застрелили, а уже потом обезглавили. Подозреваемый долгое время не сотрудничал со следствием, преподнося лишь отрывочные сведения. В итоге улики искали трое суток и обнаружили лишь с 7 марта. Проводили мероприятия по ископу, откапывали грунт, который в грунт упал после снегопада. И пришлось несколько дней проводить раскопки, скажем так. Но тем не менее, все вещественные доказательства, указывающие на то, что этот человек совершил преступление, в настоящий момент материалы криминального производства есть. Теперь подозреваемому грозит пожизненное заключение. Меру пресечения выберет судья. А вот что делать людям, которые заметили в своем окружении психопата или социопата? Бежать. Не надейтесь на то, что, если этот человек, так сказать, не ваш близкий, не надейтесь на то, что вы его в состоянии вылечить. Ремиссии, как я говорил, не будет. Психотерапия занимается подобными случаями только в Украине, так и не принят закон о принудительном лечении наркоманов, алкоголиков и психопатов. Мишель Арман, Константин Блужневский, Игорь Казанжи, Виталий Кононов, 7 канал.